Для кого-то комп это всего лишь корпус с железом внутри, к которому подключается монитор, колонки до мышц клавиатуры. Ну а есть люди, которым стандартный вид ящика как минимум не интересен, и они создают совершенно нереальные сборки. Смотришь на готовые моддинг-проекты и не понимаешь, как такое вообще могло прийти в голову? Источником вдохновения для кастомных решений может быть колесо от машины или даже мотоцикл из фильма «Трон наследие». Если руки растут из плеч, собрать комп можно хоть в форме бензопилы. Добро пожаловать на Телблог.нет, и сегодня мы представляем ТОП 10 необычных ПК. Десятое место. Комп в канистре. Сколько себя помню, у нас в гараже канистры всегда были заполнены бензином, солярой и дедовым самогоном, который он от бабки прятал. А с другой стороны... Почему нет? Форма соответствующая, прямоугольная, только отверстия ковыряй и провода прокладывай, что автор проекта собственно и сделал. Пацан даже заморочился над полноценной дверцей с акриловым стеклом. Но чтобы куда-то приклеить материнку и остальные компоненты, в расход пошел и корпус, и болгарка, и дрель. Даже старый батин-заклепочник. С его помощью куски корпуса крепятся между собой. Не в воздухе же железу висеть. Единственное, что здесь совсем не в тему, блок питания на задней стенке. Но это же компани и Карлсон на минималках. Хотя в целом годно, как для гаражной поделки. Девятое место. Комп-яхта. Сразу скажу, что это не совсем моддинговый корпус, а вполне серийный. Ленли PC Y6. Правда, их было выпущено всего 500 штук, так что сборку на его основе можно в некотором роде считать уникальной. Ну и если тебя угрозит когда-то запустить такой комп в ванну или озеро, лучше не стоит. Несмотря на огромные размеры лодки, места внутри не так уже много. Известный американский ютубер Линус знатно запарился, пока подобрал хоть какое-то железо и подключил его между собой. Ну и если прокачать скилл, то на базе этой посудины можно сделать как минимум вот такое. Ну или такое. Отличный ответ тем, кто считает, что корпус это только коробка для комплектующих, на которую никто не смотрит. Восьмое место. Комп в столе. Лет 10 назад реакция на подобные компы была примерно такая. О май. А сейчас, чтобы привлечь внимание подобным проектам, придется нехило так заморочиться. Ну у ребят из Нидерландов это получилось, потому что тут каждый компонент сделан полностью вручную, а цветовая гамма подобрана максимально скрупулезно. Сорян Фостерс, но твой комп в столе по сравнению с данным чудом не взлетает. Столешница этой махины сделана вручную, все компоненты идеально подогнаны и нигде нет намека на халтуру. Но фишка проекта в том, что в нем при желании можно собрать сразу две рабочие машины с полностью кастомной независимой водянкой. А то ты думаешь, почему он такой огромный, а мастеринка с видеокартой и процом скромно устроились слева. Даже не знаю, сколько бабок ввалили в эту сборку и сколько часов над ней пыхтели, но итоговый результат просто огонь. Седьмое место. Бэтмобиль. Наверное, этого проекта бы не существовало, если бы автор не стащил игрушечный бэтмобиль у младшего брата. Хотя вообще без понятия, как он додумался засунуть туда полноценное компьютерное железо. И ладно бы пацан использовал компактное комплектующее чисто для вида, но тут топовая мини-ITX, мать от Asus, i5-6600K и огромная видеокарта Radeon 280X от Sapphire. Она, кстати, даже в корпус не влезла, так что пришлось изрядно поработать бормашинкой, чтобы хоть как-то ее туда воткнуть. А заодно залепить эту дырень в многострадальном бэтмобиле, крашенном акриловым пластиком. Видно, что чувак занимается моддингом профессионально. И инструментов хватает, и собственный станочек по сгибанию акрила имеется. Причем у него нет никаких чертежей или даже плана. Все на глаз шурует. Я примерно так же Лего в детстве собирал без инструкций, что в голову приходило, то и делал. Ну и какой бэтмобиль без пушек и мигающих лампочек. Даже не представляю, сколько сил и времени вложено в эту сборку. Шестое место. Проект Вега. Это уже творение российского автора Espeak, который профессионально занимается мозговыносящими проектами компов. Хотя тут даже не компьютер, а полноценное произведение искусства, которое еще и нули с единицами вычисляет. И в интернет впускает. Мужик ввалил в этот проект душу. В сборке нет ни одной заводской детали, если не считать видеокарту, материнку и прочие железяки, без которых комп особо не построишь. Конструкция шаттла собиралась и красилась вручную. Причем корпус практически полностью сделан из фанеры и оргстекла. Хотя небольшой кусок от заводского Cooler Master Master Case 5. Наверное, ее формами автор и вдохновлялся. Сначала разметить деталь по месту, потом вырезать, пофрезеровать, склеить и покрасить вручную. Что сказать, золотые руки. Пятое место. Бензопила из Doom. Команда тайских мододелов вдохновилась ремейком Doom 2016 года и заморочилась над созданием компа, который повторяет бензопилу из новой части культовой игры. Ух ты. Ой-ой-ой. А чтобы было еще брутальнее, они использовали для корпуса ржавый металлолом, который бомжи с твоего района каждый день на пункт приема носят. Посмотри на этот корпус, он еще не готов, а уже ржавый. Зато железо вполне современное, даже водянка приделана. Энтузиазму тайцев можно только позавидовать. И какая бензопила без самой пилы, которая тут мало того, что есть, так она еще и работает. Офигенно крутой проект из говна и палок на случай зомби-апокалипсиса. Четвертое место. Автомобильный двигатель. Как тебе такое, Илон Маск? Мало того, что комп собрали по мотивам движка от ламбы, так еще и со стороны хрен отличишь корпус от настоящего мотора. Ну, разве что в реальном истроу валит огонь, а не подсветка. Это чудо проектировала профессиональная команда мододелов из Thermaltake. И ты сам видишь, какая проделана работа. Из оригинальных запчастей тут разве что компьютерные железки, а корпус, если его можно так назвать, собран из 3D деталей металлических заготовок, сделанных на ЧПУ станке и полностью кастомной водянке. Если такую дуру запустить, то звук она, наверное, будет издавать как новая ламба-гордея. Только для места под корпус надо как минимум половину моей комнаты. Но годнота просто нереальна. Третье место. Друид из Apex Legends. Если ты играл в Apex, то по-любому видел, как там выглядят лутбоксы. Видимо, американского модера JP Modified настолько пробрал трехногий друид, что он превратил его в полноценный корпус для компа. Более того, это не простая поделка, а проект для популярной компьютерной выставки Computex. Сам понимаешь, что из фуфла такой кейс не забабахаешь. Так что в ход шли 3D принтер, фанера, акрил и, естественно, прямые руки. Интересно, сколько времени автор убил, чтобы все это спроектировать и распечатать. С расположением железок тоже пришлось заморочиться, потому что треугольную компоновку классической точно не назовешь. Даже над колпаком запарился, учитывая количество мелких декоративных деталей. Это только на видосе все было быстро и легко. А на практике у чувака просто нереальное воображение и желание создавать такие проекты. Второе место. Проект G-Skill Crystal. При создании кастомных проектов люди могут вдохновляться любой фигней, даже оперативкой. Например, этот парняга упоролся красотой модулей от G-Skill до такой степени, что склепал корпус, полностью повторяющий дизайн радиатора в памяти. И чтоб ты понимал степень проделанной работы, 90% всех деталей корпуса он делал вручную и на станке по собственным чертежам. Сразу видно, черчение в школе не прогуливал. Все детали продуманы и состыкованы между собой так, что уже на этапе проекта комп выглядит потрясающе. Ну и какой кастом без оплетки проводов, еще и разложенных так, что твой внутренний перфекционист будет в экстазе. В итоге получилось вот это. Модр явно продал душу дьявола за такой профессионализм. И первое место. Корабль викингов. А тут сделку с Рогатым заключила, пожалуй, вся команда, которая создавала этот шедевр. Судя по тому, какой кулер охлаждает процессор, мощность этой штуки не космическая. Хотя, кому она нафиг нужна, если перед нами самое настоящее произведение искусства, полностью изготовленное из дерева? Я даже не представляю, сколько дней и недель они ломали голову над механизмом и системами автоматизации, чтобы этот шедевр вот так открывался. О чем еще говорить, если ребята даже над кнопкой включения заморочились и накрыли ее шлемом викингов? У этого проекта, наверное, только два недостатка. Устанешь сдувать с него пыль и отбиваться от идиотов, которые на выставках захотят его потрогать. Сил сюда вложено просто немеренно. Какой из перечисленных нами системников ты бы хотел перестроить в своей конуре? Или у тебя есть свои варианты самого крутого моддингового компа? Пиши об этом в комментариях. И не забудь подписаться на канал, чтобы первым смотреть самые крутые топы Ютуба. Ну и на паблик ВКонтакте подписывайся, ведь там мы постоянно вместе общаемся, придумываем новые темы для голосования и орём над угарными мемчиками.